Приветствую вас, дорогие! Российские военные с начала широкомасштабного вторжения в Украину убили 217 украинских детей. Об этом в своем телеграмм сообщает Офис Генерального прокурора. «Более 608 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 217 детей погибли и 391 ребенок был ранен. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях». Конец цитаты говорится в сообщении. Больше всего жертв среди детей в Донецкой области – 127, Тиевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в Тиеве – 16, Житомирской области – 15. В частности, 25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в Лимане Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет. Кроме того, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ было повреждено 1508 учебных заведений. При этом 102 из них разрушены полностью. Также напомним, что российские захватчики цинично расстреливают школьников и пожилых людей на юге Украины, называя это проявлением мужества. Познакомимся с перехватом службы СБУ переговоров российских оккупантов. «Алло, у меня тишина. А какой ты молодец. Совсем тишина. Бабули, дети. Дети ходят через мост вот недавно. Девять человек вместе с детьми прошли и в подарок туда ушли. Все? А нет, что не с ним? Ничего, как будто с портфелями дети куда-то в школу, что ли, не тут? Понятно. А от работы? Не стал пока. Жалеешь, да, пока? Пропущу пока. А, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бителем, будь мужественным. Мы с тобой. Да, принял. Как вы понимаете, российские захватчики цинично расстреливают школьников и пожилых людей на юге Украины, называя это проявлением мужества. Этот шокирующий аудиоперехват СБУ сделала на юге Украины. На записи разговор командира российского разведбатальона с корректировщиком огня. В свою очередь, в СБУ отмечают, что этот разговор, как и тысячи других, ляжет в доказательную базу, которую Украина будет использовать против военных преступлений РФ. А наши военные сделают все, чтобы наказать расшистов на поле боя. Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что прямо сейчас в запорожском направлении происходят новые бучи. Зверства россиян фиксируют сразу в трех местах. Это будет продолжаться до тех пор, пока у нашей страны не будет достаточно оружия для отвоевания захваченных территорий, подчеркнул он. Будем и дальше следить на нашем канале за происходящими в Украине событиями.